Вечер на седьмом. Здравствуйте. Как обычно, в это время мы в прямом эфире. И сегодня мы с вами пообщаемся с Марией Гайдар, советником председателя Одесской областной государственной администрации. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, собственно, я не буду описывать всю вашу карьеру в России и обширные семейные связи. Это в Одессе и так всем известно. Вот месяц назад вас назначили, представляли как вице-губернатора, но по факту вы сейчас советником Михаила Саакашвили. Вы уже вошли в курс дел? В какой-то да, в курс дела я вошла. В какой-то, но еще не полностью. Знаете, это такая большая картина. До каждого пикселя я не дошла, но в целом видение у меня есть, понимание основных проблем есть, а главное есть понимание, куда, как надо двигаться, в какую сторону. Что вы увидели, когда вы пришли, грубо говоря, на своем рабочем столе, разложили там папки с документами, чтобы понять, что, где, зачем? Что вы увидели в социальной сфере? Я увидела, прежде всего, огромное количество проблем, которые просто не решались. И это были проблемы текущие, которые надо было решать в экстренном режиме. Ну, скажем, это вопрос переселенцев-инвалидов. Их поселили, уже больше года они жили в санаториях, взяли их под честное слово, накапливали долги, у них отключают электричество, денег они не получили, людей они хотели уже выгонять фактически на улице. Вот надо было с этого момента всю эту ситуацию подхватить и развернуть в другую сторону. Мы сейчас строим им жилье для постоянного проживания, мы договорились с санаториями о том, что мы переходим с ними на некие иные отношения и будем тоже их сейчас поддерживать для того, чтобы люди могли там остаться. Ну, это вот, скажем, один из примеров. Если говорить в общем по системе, то система, она советская, финансирование всех учреждений социальной сферы, смертная по штатному расписанию, отдача либо никакая, либо очень маленькая. Ну вот, скажем, областная больница, у нее бюджет, областная больница самая важная, естественно, больница, это третий уровень оказания медицинской помощи, у нее бюджет примерно 100 миллионов гривен в год. Понятно, что этого недостаточно для того, чтобы оказывать все те услуги, которые нужно оказывать людям бесплатно. Но вот в связи с тем, что есть такая система, есть смертное финансирование, а потом возникают фонды, а потом возникают частные услуги, вообще нет понимания, какой же объем медицинской помощи, какой же объем медицинских услуг оказывается, должен оказываться людям бесплатно. Вот где он этот объем? В связи с тем, что деньги размазываются вот таким вот... Вы имеете в виду некий конкретный список, что можно прийти, там, перевязку получить бесплатно? Это вот касается всех учреждений. Есть финансирование штатного расписания, есть финансирование зарплат, а дальше непонятно, что за счет этого, за счет вот этих финансов требует государство, что должно сделать учреждение, чтобы эти гарантии обеспечить и выполнить, и что в конце концов получает человек. Ну хорошо, он не получает все, но что он получает? Давайте пока определимся, что именно человек должен получать бесплатно. Вот я сегодня встречалась с главными врачами Краснодарных областных больниц, я тоже с ними разговаривала, мы обсуждали, ну хорошо, нет на все, но есть экстренно угрожающие жизнесостояния, есть ургентные состояния, есть еще какие-то состояния. Ну вот их-то надо обеспечивать бесплатно, ведь нельзя, из-за того, что недостаток средств на все, невозможно создавать систему, при которой люди не будут получать ничего, хотя расход государственных средств идет. То же самое все учреждения. 260 сотрудников, 50 детей в доме ребенка. 260 сотрудников, 50 детей, 50 детей, нельзя сказать, что они в тяжелом-тяжелом состоянии, они накормлены более-менее, но они очень несчастные, они прям рвутся, им не хватает внимания, не хватает, не хватает любви. 260 сотрудников на 50 детей. А чем они там занимаются все? Ну я не думаю, что там по факту есть 260 сотрудников, я думаю, что опять-таки в связи с этой системой, из-за того, что все привязано к этому штатному расписанию, по факту работает 30-40, может быть, людей, остальные работают просто на бумаге, и заработная плата переспределяется. Либо в верхней части, либо в средней части, ну либо между всеми сотрудниками. И так почти везде. То есть вот эти вот штаты, которые есть, они, эти сотрудники, которые есть, они есть в основном на бумаге. Ну давайте возьмем тот же дом ребенка. Я уже сказала, 260 сотрудников, 50 детей, огромная территория в Белоднестровском районе. И бюджет этого учреждения, ну вот я могу ошибиться, но это примерно то ли 12, то ли 14 миллионов гривен в год. Вот разделите на 50 детей, да, и увидите, что на каждого ребенка сколько получается? Получается где-то примерно по 20 тысяч гривен в месяц. Получают эти дети помощи, заботы, поддержки и любви на 20 тысяч гривен? Нет. Являются ли те люди, которые работают в этих учреждениях плохими людьми, которые не хотят детям помогать? Нет, не являются. Это такая система. Это дисфункциональная система, в которой люди не могут нормально работать, нет механизмов, которые позволяли им нормально работать, получать нормальную заработную плату. И понимать, что они должны делать и как для того, чтобы было хорошо. А с другой стороны, есть и бедные дети, которые мало того, что живут в учреждениях и не устроены по семьям, так они еще и явно не живут на те средства, которые на это выделяются. Мы говорим, что бюджета нет, мы говорим, что в Украине нет денег, мы говорим, что в Одесской области нет денег. Но когда мы начинаем смотреть, вот эти учреждения за учреждением, программа за программой, и смотреть, на что эти деньги, они же выделяются, они же расходуются. На что они выделяются, на что они расходуются? Они расходуются, выделяются крайне неэффективно. Так вы хотите сказать, что деньги у нас на самом деле есть? И на образование именно медицину? Денег нету, и денег очень мало. Но чем меньше денег, тем более эффективной должна быть система, и тем более прозрачные, четкие должны быть правила. Вот те государственные услуги, та государственная помощь, которая идет, кому она идет, как она идет, почему она идет. Когда денег мало, все хотят не отвечать на эти вопросы, потому что понятно, что денег все равно всем не хватит, а тут как-то все это немножко размазали, и вроде никто за это несет никакую ответственность. Система такая, врачи не работают, потому что зарплата плохая, а чиновники за это не отвечают, потому что они эту систему придумали. Кто в этой ситуации все страдает от всей вот такой системы неопределенности? Страдает в любом случае конечный потребитель. Да, конечный потребитель страдает, а страдает дальше, конечно, человек. Украинская система, как думаю, любая постсоветская, она чиновничья система, вот эти бюрократические механизмы, она чудовищна, и она неэффективна в принципе, потому что человек, который работает в рамках этой системы, он должен выполнять кучу бессмысленных действий, которые не имеют никакого отношения к выполнению его реальных обязанностей, И так далее, и тому подобное. Это все знают, в общем-то, большинство чиновников, на самом деле, бездельники, ну, откровенно говоря. Так вот, скажите, пожалуйста, а в рамках отдельно взятой области вы собираетесь сокрушить всю бюрократическую, еще советскую машину? Зачем сокрушать? Во-первых, машина уже... Там нельзя сказать, что там что-то работает такое прекрасное, за что надо держаться. Не работает. Спросите любого человека, который обращался в Одессе в медицинские учреждения. Он знает, что почти всегда все равно платно. То есть нет никакой советской... Нету никакой такой советской системы, за которую стоило бы держаться. Она неэффективна, она дорого стоит обществу, и она почти ничего не переносит. Она в руинах, эта система. То есть если в Советском Союзе была какая-то система, и она каким-то образом, вот таким образом поддерживает, то сейчас ее просто нету. А сейчас эта система, она очень удобна всем для сохранения вот этой безответственности. Для того, чтобы можно было сказать, это не мы такие, это не мы чиновники, это не... Это система такая. Действительно, в рамках этой системы сложно что-то сделать. Но есть какие-то вещи, которые сделать возможно. Первое. Перестать воровать. Перестать воровать на... Сверхзадача. Сверхзадача, конечно. Это есть как в... Это как в бизнесе, где ставятся барьеры для того, чтобы собирать деньги. Так, в социальной сфере. Ну, хорошо. В социальной сфере это та часть сферы, с которой мы отвечаем. Та часть, которую мы контролируем. Надо, чтобы здесь прекратилось воровство и коррупция. Воровство и коррупция всего и вся. На каждом этапе. Не все люди, не все, естественно. Многие люди работают добросовестно за мизерные зарплаты, никак в этом не участвуют. Но, тем не менее, факт остается фактом. Как проходят государственные закупки, каким образом поставляются медикаменты, куда потом эти медикаменты попадают. Иногда они обратно попадают в аптечную сеть, вместо того, чтобы попадать пациентам. А речь идет, в том числе, об онкологических больных, которые, возможно, если не получат эту бесплатную медицинскую помощь, то они просто не смогут жить, если они найдут где-то деньги. Поэтому здесь есть такие вещи, которые особенно в этой ситуации, особенно с учетом всей тяжести ситуации, надо наводить в этом элитарный порядок и убирать все то, что приводит к коррупции. Что приводит к коррупции? Первое – долое коррупцию. Но давайте сначала уточним, насколько там велики объемы коррупции. Потому что в нашем представлении здесь, в Одессе, коррупция – это что? Это у нас когда таможня, когда заходят грузы, там интересно, это седьмой километр, там интересно, это прокуроры, там тоже есть чем заняться, милиция и так далее. А учителя в детских домах, ну какая там коррупция? Нет, ну учителя в детских домах, я не говорю учителя в детских домах. Но, опять-таки, если вы поговорите с людьми, которые пытались усыновить ребенка, вы услышите, что для того, чтобы усыновить ребенка, в том числе ребенка больного, вы услышите, какие суммы, какие барьеры, какие сложности возникают у каждого отдельного человека. И это, конечно, тоже недопустимо. Если говорить о, допустим, медицинской сети, то там очень много всего. Вот там идет закупка лекарств, закупка расходников. Есть лекарства, которые приходят из Киева по 19 нозологиям. Эти лекарства, они приходят, они уже закупаются там и попадают в больницы. Но пациенты, да, вот у меня, скажем, есть гипотеза, мы будем тоже отправлять, что пациенты вообще не видят этих бесплатных лекарств, вообще. Так же, как в больнице есть наркозные, есть препараты для наркоза, но пациенты тоже никогда эти препараты для наркоза или почти никогда не получают бесплатно. И таких вещей, их достаточно много на каждом уровне и на каждом этапе. То есть, вот, знаете, я слышала для Одессы, я не буду ни в коем случае это на уровне слухов, но я слышала, что Одесса отличается абсолютно рекордными откатами в медицине. Называются цифры 60%, 50%. Это при закупке чего бы то ни было. Мы будем проверять, будем смотреть, не будем верить голословно. Сейчас будем, во-первых, все, что можно будет передавать на электронные торги, будем передавать на электронные торги. Вы имеете в виду систему типа Прозора? Да, систему типа Прозора. Понятно, что систему типа Прозора, вот уже сейчас мы это будем делать. Ну и потом, впоследствии, это расширять. Для того, чтобы все торги, они происходили максимально публично, максимально открыто. Будем создавать комиссии, которые будут рассматривать эти заявки, чтобы там сразу не было ничего заточено. Я понял. С первым пунктом программы разобрались. Получается, долой коррупцию и всеобщая прозрачность. В принципе, если все торги будут электронно идти, там действительно можно будет увидеть, куда расходуются деньги. Дальше что? Это, кстати, не сразу автоматически это не поможет и ничего не решит. Второе – это объем государственных услуг, которые мы получаем. Вот есть… Я сегодня встречалась с главными врачами. Мы с ними договорились пока на переходный этап. Мы с ними договорились. Вот у них есть бюджет. Вот уже чтобы этот бюджет мы начали им передавать под оказание определенных услуг в пользу людей. То есть вот мы сказали, вот у них есть… Можем статистически это сделать, да? Определить то, что они сейчас делают, оперируют, и сколько денег сейчас идет вот по этим направлениям. Но я хотелось бы это сделать вместе с ними. Так, чтобы они сказали, хорошо, денег недостаточно, денег мало. Вот у нас такой объем средств, что областная больница, например, за эти деньги, какой объем услуг она может оказывать людям, пациентам бесплатно. Дальше будем смотреть по… уже по конкретным… да, будем сидеть с ними, работать, работать в всяких тарифных комиссиях, да, работать уже с медиками, смотреть, что… Что из того, что они могут оказывать, что связано с критическими состояниями для жизни пациента, что является абсолютно понятным, абсолютным приоритетом, который надо оказывать всегда, срочно, экстренно и бесплатно. Вот это следующий этап. Это будет некий общий список для всех больниц, или у каждой больницы будет свой? Ну, кажется, это профиль. У кого-то есть свои специалисты, некоторые специалисты уникальны, некоторые отделения уникальны, а некоторые есть дублирующие. Понятно, что если в одной больнице это не могут делать, то могут делать в другой больнице. И надо возить пациентов не туда, куда скорая удобнее, не там, где есть договоренность, а туда, где пациента могут вылечить. Сейчас проблема… проблема вот… проблема системы взрыва, конечно, что она абсолютно дефрагментирована. Ну, не абсолютно, но достаточно дефрагментирована. И у пациента фактически нету понятной точки… точки входа в эту систему. Первичное звено поликлиника фактически не работает. К чему это приводит? Что всё идёт на скорую помощь, на экстренную помощь. И на стационары. И экстренную помощь. И стационары – это самый дорогой вид медицинской помощи. И совершенно неэффективно лечить людей в больницах от того, что их нужно лечить амбулаторно. Но пока, пока амбулаторная система не может их принять, не может эти потребности взять. Поэтому сейчас мы тоже начали разговаривать с главными врачами, чтобы не создавать искусство, что человек должен поступить в больницу, пролежать там какое-то количество дней, чтобы оправдать вот эту всю систему. Ну, а создание амбулаторных диагностических центров для того, чтобы и больница могла диагностировать человека. При больницах. Да, в том числе там, где будут собраны узкие специалисты. Потому что в районах мы понимаем, что какой-то набор специалистов он будет, но какого-то набора специалистов не будет никогда. Почему? Потому что для специалиста нужен определённый поток. Для того, чтобы он мог нормально работать, для него нужен определённый поток пациентов. Ну, конечно, но вот если представить себе любой район, то вероятность каких-то случаев и каких-то заболеваний, чем меньше людей, тем она меньше. Поэтому даже если ты поставишь очень хорошего специалиста, который будет по какой-то достаточно узкой, редкой болезни, то он очень быстро потеряет квалификацию. Просто потому что у него нет объёма, достаточного объёма пациентов. Поэтому есть какие-то вещи, которые надо развивать на уровне амбулаторной, на уровне тех больниц, которые есть на местах. Есть какие-то вещи, какие-то профили, какие-то направления, где надо концентрировать ресурсы и делать максимально эффективные службы и отделения для того, чтобы в это место, если что-то случилось, человек мог поступить, его эффективно вылечили. То же самое касается и поликлиники. Поликлиника есть поликлиника, там очень простой набор врачей, но есть и случаи амбулаторную. Сейчас вообще в мире амбулаторные делают почти все операции. Операции на сердце делают амбулаторные, и на кости, и на суставы, не говоря уже о офтальмологии. В Одессе в частных клиниках дорогих тоже делают операции на сердце амбулаторно, но это стоит огромных денег. Та система, которая сейчас, она тоже стоит денег. Она тоже стоит денег, она не стоит ноль денег. Вот вопрос, что за те небольшие деньги, которые есть, что мы можем получить? И вот это главное, на самом деле, вопрос, который есть во всей социальной сфере сейчас. Вот есть деньги, с одной стороны, есть те службы, в которых работают сотрудники, и которые получают эти деньги, потому что они должны выполнять вот эти государственные функции. То, что написано, они должны выполнять их вот в таком объеме, денег есть на сток, в результате вообще непонятно, что выполняется. То есть нам сказать на сток, давайте на сток, давайте мы тогда определимся, что нам важно, что приоритет, ну пусть он выполняется на сток. Вот это вот такая, да, большая, большая, большая понятная задача. Но главная задача, если говорить о тактической сейчас, это запустить в том числе все кадровые механизмы. У нас сейчас обновление администрации, обновление в департаментах, и оно пойдет, конечно же, дальше уже и на учреждения. Важно, чтобы пришли те люди, которые хотят и могут работать, одесситы, чтобы они в этом всем участвовали, что сейчас начнутся конкурсы и на департаменты, будут конкурсы на учреждениях, чтобы они приходили, чтобы они в этом участвовали, и чтобы они начинали работать. — Проблемы с финансированием, они сейчас во всем, не только в социальной сфере, сейчас денег нет ни на что, нигде, и социальная сфера, ну, ее просчитывать на то, что ее финансирование будет существенно увеличиваться, в ближайшие 2-3 года не приходится, будет, ну, в лучшем случае оставаться чуть так же, может чуть-чуть расти, но, в принципе, ничего по финансированию государственному меняться не будет. — Существуют ли, вернее так, представляете ли вы себе некие легальные способы, чтобы больницы могли зарабатывать эти деньги себе сами? — Я могу сказать, что сейчас это будет неизбежная ситуация, потому что денег действительно не хватает, нужно платить людям заработную плату идеологически. В принципе, я против, я за то, чтобы, я считаю, что когда сочетаются вместе платные, бесплатные, частные, государственные, это почти всегда идет в ущерб бесплатному и в ущерб государственному. Ну, это то, как я это вижу. Но мы в той ситуации, в которой мы находимся, больницы должны функционировать, люди должны получать заработную плату, это мы будем смотреть, какими ресурсами, каким-то внешним, может быть, какие-то гранты по каким-то направлениям. Где-то, пусть это идут деньги, пусть они идут официально через, ну, как они сейчас тут, через фонды, все равно это на больницу, но через фонды, но они все-таки должны расходоваться, тоже понятно, и расходоваться на больницу, и должны идти не по всему, не по всем, и не должны люди платить за вход. То есть я понимаю систему, я понимаю врачей маленькой заработной платы. Если человек, пациент, его вылечили, он хочет отблагодарить, ну что здесь, это понятная ситуация, и тем более все знают, в каком положении врачи. Но человек не может платить за вход туда, это государственное учреждение, если действительно у него состояние, которое требует медицинского, уж тем более экстренного медицинского вмешательства. По вот этому вашему плану реформ, сколько времени, как вы считаете, понадобится, чтобы выработать здесь, в Одессе, хотя это звучит немножко фантастически так, чтобы делать это исключительно в Одессе, а не во всей Украине, чтобы выработать эти механизмы? Я думаю, что мы сможем выработать и озвучить первые механизмы уже через месяц. И я думаю, что к концу года у нас будет уже перспективный план реформ здравоохранения на следующие 10 лет. То есть уже с расчетом системы, не исходя из того, как она есть сейчас и какие проблемы есть сейчас, а из того, как она должна быть, какой объем медицинской помощи должен оказываться людям с учетом их демографических особенностей, с учетом тех рамок, в которых находится финансовых и тех рамок юридических, в которых находится система, и как в связи с этим к этой системе прийти. Мы работаем в рамках закона Украины, здесь, естественно, есть какие-то ограничения, опять-таки, работаем в рамках тех бюджетных ограничений, которые есть. Но эти бюджетные ограничения, эти проблемы, они означают лишь одно, что мы должны корректировать свою, да, можем корректировать свою тактику, но должны иметь понимание по стратегии. А стратегия – это та медицинская помощь, которая должна быть оказана людям, и не исходя из того, что есть, а из того, как она должна быть. Это в расчете, и от первичного звена, сколько должно быть врачей, терапевтов, общей практики, педиатров, до каждого конкретного профиля, каждого конкретного специалиста. Ну, конкретный план к концу года – это, в принципе, не так уж плохо, хотелось бы его увидеть. А механизмы уже, механизмы, вот основные механизмы, основные направления работы на частный период, это будет в течение месяца. Времени осталось немного, последний вопрос. Месяц назад вас Михаил Саакашвили представлял как своего заместителя, вице-губернатора. По факту, вы до сих пор так и не стали вице-губернатором, вы являетесь его советником. Это известная особенность, опять же, нашей бюрократической системы. И предшественник вашего шефа сталкивался с теми же проблемами, он не мог никого назначить официально своим заместителем, потому что там нужны определенные ранги госчиновника, а для этого нужно заканчивать Академию при президенте Украины. В общем, неважно. Так вот, являясь сейчас советником, не смущает ли вас то, что, во-первых, вы не получили той должности, на которую вас приглашали, и хватает ли вам возможности влиять на ситуацию? Во-первых, меня абсолютно не смущает, мне хватает той должности, которая есть. И здесь, знаете, наша команда, она является политической, и мы все несем политическую ответственность. Михаил Саакашвили несет ответственность максимальную с точки зрения своей репутации, имени. Я тоже, как часть этой команды, тоже несу ответственность, тоже несу ответственность и в рамках команды Михаила, общую с ним, и свою собственную ответственность. У меня тоже есть имя, у меня тоже есть репутация, которая мне совершенно не безразлична. Я заинтересована, очень сильно заинтересована в том, чтобы здесь был успех. Это главное. А если успеха не будет, то это будет та самая главная. Ничего не получится, то это будет та самая главная и страшная ответственность, которая наступит. Полномочий и возможности влиять на ситуацию в социальном сфере вам хватает? Хватает. А какие нужны еще полномочия? Нужна воля. Нужна воля, нужно понимание, что делать. И понимание, что ты, я даже не вижу проблем, что ты готов, знаешь, что делать и готов это делать. И настойчивость определенная. Здесь все считают, что какие-то есть совершенно такие фантастические стены, фантастические барьеры. Они есть. И стены, и барьеры, и саботаж. Но это все вопрос настойчивости, это все вопрос желания. И вопрос отсутствия собственных каких-то интересов. Потому что эти барьеры очень часто возникают, когда люди начинают, вот они куда-то дошли, дальше они встали, и вместо того, чтобы пойти дальше, они вдруг вошли в какую-то позицию, начали плыть с кем-то, о чем-то как-то договариваться, переговариваться, вступать в какую-то... То есть тогда, когда действия не воспринимаются как действия, а воспринимаются как некая переговорная позиция. В каких-то других политических, олигархических или бизнес-играх. А ваша команда во всем этом не задействована? Она во всем этом не задействована. Во-первых, потому что физически она не задействована. Физически в этом, может быть, есть и минусы. Мы многого не знаем, я лично многого не знаю. Мне все время приходится что-то рассказывать. Действительно, этого не знаю. Но зато я никак ни с кем не связана. Я, мне абсолютно все равно, у кого какие связи, у кого какие интересы. Мне все время говорят про какие-то связи. Вот этого человека, у него там связи. Мне все равно. Абсолютно все равно. Есть связи в Киеве или нет. Мне абсолютно все равно, кто за ним стоит здесь или нет. Либо человек работает, да, и тогда он остается, имеет возможность общаться. Либо он не работает, тогда человек должен уходить. Опять-таки, если он очень хороший специалист, то тогда это уже не вопрос симпатии. Значит, он делает свою работу. Но есть огромное количество людей, которые чувствует себя абсолютно безнаказанным, потому что у них есть за ними какие-то люди, какая-то история, связи здесь, там, в Киеве. Мне на это абсолютно все безразлично. И Михаил на все это безразлично. И причина, по которой мы здесь, во многом Михаил здесь, именно потому, что нужен был такой человек, которому это все безразлично. Потому что даже если начать вообще обо всем этом думать, и даже просто во всем этом пытаться глубоко разбираться, уж тем более пытаться это все возглавить, то на это уйдут все силы, все время и все терпение, которое есть. И кроме того, не должно понять, я тоже какие-то вещи, у меня есть собственный опыт в Кировской области, я два с половиной года там работала, вещи, которые ты проходишь сам. Когда тебе приходит чиновник, и потом от него кто-то приходит, и видишь, что он допустим, какую-то работу делает неэффективно, недостаточно эффективно. И к тебе прибывает огромное количество людей, которые он сам, которые говорят, что без него все рухнет, и без него сейчас завтра все. Вот когда я работала в Кирове, мне было 26 лет, я от таких вещей еще пугалась. И мне было страшно, я думала, сейчас все рухнет. Сейчас я уже понимаю, где рухнет, где не рухнет, и понимаю, что не рухнет. И понимаю, что где и как можно подхватить. Достаточно много талантливых, способных людей, которые как только кто-то уходит, и те, кто не хочет, не может работать. Эти люди могут появиться. И никого не заменило. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Может быть, есть незаменимые, но их не так много. Удачи вам в вашей работе. Хотелось бы, конечно, поскорее видеть конкретный план реформ. Напомню, в гостях у нас была Мария Гайдар, советник, председатель Одесской областной государственной администрации. Спасибо вам еще раз. Счастливо. Спасибо.